Книжка под подушку, пятачок под пяточку. Кажется, эти традиции знакомы каждому поколению. Ну а кто не хочет хорошо сдать экзамен? Сегодня мы решили узнать у севастопольцев, какие они соблюдали традиции для успешной сдачи сессии. Я всю ночь готовилась к экзаменам, не спала вообще всю ночь. Перед экзаменами, да, переживала, готовилась. Ну и в итоге отлично сдала. Так примет особо и не было. А вот знаете, есть такие, там, положить книжку под подушку или там в форточку кричать «Халява, приди!» Нет, это вот современное время, в наше время как-то так не сильно распространено было. Ручки, да, определенные какие-то вот эти вот счастливые есть, да. А что еще? Поверье. Ну вообще перед экзаменами я не сплю обычно и до утра до самого занимаюсь, поэтому в принципе вера в себя только. Ну разве что раньше была примета класть учебник под подушку, чтобы знания впитались. И все. Больше, наверное, никаких. Смотрите, а практиковали? Да, да, было. Было, была, особенно перед тяжелыми экзаменами. И как, помогала? Один раз нет, не помогло, экзамен был не сдан, но потом я подготовилась просто сама и успешно его сдала, поэтому не могу сказать, что приметы работают. Мы берем в Бога. Да, в Бога верим. Готовиться и после не сомневаться в том, что ты сдашь. Положить книжку под подушку, пятак под пятку, такие традиции есть или... Больше в школе такое было, на ОГЭ. Да, реально в школе. Вот перед ОГЭ, да, было такое. А именно когда уже студентом, после самого главного... Уже не так страшно. Как сказать, мы молимся, мы православные, мы молимся перед экзаменом. На самом деле, успех того, чтобы сдать сессию, это ходить на паре, писать конспекты и без единого пропуска вам тогда поставят автомат. Я не верю в приметы, и вообще, как бы, я более-менее такой воцеркленный человек, и стараюсь об этом не думать. Ну, и в школе, и в училище, и везде потом были какие-то приметы, но я сейчас не помню, честно. Книжку под подушку клали? Не, не, это сейчас современная молодежь, чтобы знания сами впрыгнут в голову. У нас такого не было. А что вы посоветуете современным студентам для успешной сдачи экзаменов? Учить, учить и еще раз учить. Другого варианта нет.